Вот или с огонь? Нет, это так. Темнота деревьев, много людей, и ваши счастливые фотокарточки не дают забыть, что я не более чем пустой крик. И мой ежечасный стон, как бы ни был велик, слишком мелкий в вашем макро-миле, в котором необычные глаза не дают уснуть. Но нельзя высказать, как дрожат коленки. Это лишь очередная ступенька по лестнице, ведущая вниз ко взрыву. Я нуждаюсь в прерыве между смертями, ну, я мазохист. Меня подкашивают буду в окружении от такой частой теперь сигареты и неправильно расставленные приоритеты. Сценарист моей жизни, тот еще безжалостный юморист. Меня не держат ноги, без падения не встать. За секундный смех я должна себя распять на семи деревянных крестах. Опять. Зачего ироничны круговые движения истории, в которых я труб. Где я неосознанно, но эгоистично ловлю моменты, представляю теплоту губ, а потом уничтожаю себя виной, связывая руки и ноги тишиной. Умолкаю. Оно странное, но... Ну, от души. Так, это мечтать не буду. А почему это? Ну, оно еще более странное, чем... Преклоняю колени. Вспоминаю все известные молитвы, как помощь жестокой кровавой битвы с потерями. Я утеряна, без вести пропавший прутик, чтобы к бомбе прикручен. Скоро будет взрыв. Преклоняю колени. Не о свободе прошу, не о времени, не о счастье. Нужно заковать мне запястье и не дать сорваться черной масти, не дать мне снова ломать. Каждый видок дается с большим трудом. Паре алкоголя и дыма откладывают в агонию на потом, после чего бьют с наибольшей силой. Преклоняю колени. Безнадежно. Они очень грустные. Диалог, кстати, в следующих стихотворения мне все очень обещало записать. Екатерина Женева, но как-то у нас все откладывается, откладывается. Идея. Ну, идея интересная. Привет. Болит? Я перебил грудь. Выпитый до дна. Мне страшно спать. Словами растерзана грудная клетка. И вина в самом моем существовании. Привет тебе. Зашла соседка, просила передать посылку маме. Спасибо. Ну как, болит? Болит. И очень. Крик вырваться из сердца хочет. И постоянно клонит в сон. Все ерунда. Спасибо. Слов нет. Молчание не охлаждает кожу, но забивает реки соли, что отчаянно хотят на волю. Почему молчишь? Молчишь? Кровь прилила к пальцам. Смешно поставить на весы ее неправдоподобное желание от очевидной скуки и от чертова влюбленность прекрасного скитальца меж мирами. Задумалась. Ты разве не спешишь? Прости, но нужно, чтобы ты ушла. Не могу наполнить с тишину речами. Слов нет, уйти. Ой, точно, убежала я. Пока. Саму себя оставить в дураках я мастер. Но ведь не властью над бардаков короткий черепной. Я сам себе опасен. Но с этим наказанием за все. Согласен. Ну и светлое. Внезапно не музы, а рифмы проникла она в сознание словоплюя. И словно сказочным мифом держит в бешеном ритме, зазывая то громко, то тихо свободу и воздух даруя. Она мой внезапный приезжий, забросивший якорь в основу ночных сновидений. Теперь просыпаюсь все реже, боясь упустить миражи реальных почти наслаждений. Настоящий цветаевский демон, многоликая дева из грез. Сердечный крик на пределе грохочущих яростных гроз. Слишком много сплетений ассоциативных узлов, и время не лечит, разум калечит, хохочет над излиянием слов. Безнадежно взрослый ребенок с чарующей ясностью глаз. Я вдруг бесконечно влюблен, без притязаний на вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой путь в себя открыл мне пропасть, куда упасть одно и не поздно. И познав в себе нервозность, теперь разбиться очень просто. И светает тосказ и необдуманность фраз, брошенных вник, что мгновенно погас. Я не хотела, я не со зла, прости же за грубость, если ранить могла. Просто люблю, потеряла, мне больно. Отсюда слова, что слетели невольно. Осталось сорваться и быть благородным. Желаю удачи, ну знаю, буду ждать. Безнадежно, но долго. Безнадежно.